Календарь Зека Чем ближе к концу года, тем все чернее становится мой календарь Время заключения, которые дают вот эти года, не всех они исправляют Я готовлюсь к событию, которого я ждал в последние 4 года Если честно, мне вообще не нравится полностью Все в пустую, то, что снимали Любая творческая деятельность, она требует вложения от души Только не нервничай Ах, тараканы, тараканы С нетерпением жду первого снега Я пойду на суд и все-таки вопрос будет решен Сначала проводится комиссия администрации, на которой принимаются решения Всеми службами учреждения Учитывая поведение обсужденного, учитывая его обстоятельства, преступления и так далее Это комиссия администрации, наше учреждение по условному срочному освобождению И в принципе сейчас решается вопрос Поддержит администрация моего ходатайства по условному срочному освобождению Или же я еще год и девять буду бегать по лагерю с видеокамерой и микрофоном Если честно, не самая лучшая перспектива Поэтому я все-таки надеюсь на положительный результат Разрешите Здравствуйте, гражданачальник Осужден суден Александр Александрович Срок 6 лет Начало срока 4 сентября 2008 года Конец срока 2 сентября 2014 года На комиссию администрации прибыл Здравствуйте В продукционном? Да, в клиниговой компании чистая полоса Кем? Поначалу оператором уборочного оборудования Вопросы уходит здесь На комиссию Не мечтаю, что вы прошли До свидания До свидания Да, испытал чувство, близкое, наверное, к тому Что испытывает пара шутис перед тем, как Выпрыгнуть из люка самолета Осужденный суден, который подал документы на УДО Прошел комиссию администрации учреждения Но факт, что суд примет положительное решение Тоже, в принципе, может принять положительное Так и отрезательное решение по этому вопросу Я даже примерно не могу полагать, когда будет суд Но с нетерпением жду первого снега Потому что первый снег приблизит меня К тому дню, когда все-таки я пойду на суд И все-таки вопрос будет решен Здравствуйте, это телекомпания К2 И мы находимся на пункте приема передач Какие достали эти провода, ты не представляешь Что делать? И сегодня у нас необычный репортаж Сегодня мы проведем ликбез для вас, наши дорогие телезрители осужденные Существует определенный перечень продуктов питания, вещей Которые можно передавать в посылках, в передачах и в бандеролях Но, тем не менее, несмотря на нашу осведомленность Многие из нас допускают элементарные ошибки Ты хотел какую-то табличку? Вот у тебя табличка А ты уже не хочешь табличку? Ну все, замечательно Нет, я имею ввиду, где мы находимся Да, 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 вот сейчас это и мы Вот я на этом и хотел на фоне таблички Немножко Ну, а лица, привлеченные к уголовной ответственности За проносу запрещенных Ох, давай, иди сюда, пока что это пустая, но Так и скажем, что хорошо, что она пустая Да, хорошо, что она пустая За моей спиной находится стенд На котором, по идее, должны висеть фотографии лиц Которые были привлечены к уголовной ответственности За пронос на территорию режимного учреждения Запрещенных к обороту в ней вещей Очень радую то, что этот стенд в настоящий момент Свободен от снимков нарушителей И будем надеяться, что он будет оставаться таковым и в дальнейшем Давай, три, два, раз, пишем Что ты сказал? И выведёте репортаж из комнаты краткосрочных свиданий Обратите внимание на табличку, которая призывает вас не трогать стекло руками Тут всё предельно ясно и понятно любому человеку Вы видите своего родственника, общаетесь с ним с помощью телефона Ну и, в принципе, всё замечательно Мест хватит всем, так что записывайтесь, ждите вашего отрядного дня И всего вам наилучшего Это телекомпания ИК-2, до встречи Всё, отлично Можно отсюда уваливать А это у тебя тут типа мусор? Нет Нет, не мусор Там типа мусор Да, ну да, ничего, пидать Там типа архив Это у тебя Слушай, если у человека архив похож мусорную корзину Так он на тюрьме называется архив Мусор называется архивом Не, у Бориса так-то всегда творческий беспорядок Ну, не настолько же Только не нервничай Да всё, не лезу Я и не лезу вообще Как раз уже по времени подходит срок Вот эти выходные надо сдать Не знаю, ничего говорить вообще Что, молчаешь? Да, молчание, золото Ты слышишь это молчание? Тихо, молчание Ну, успеем, наверное, всё равно Может, не совсем так, как бы хотелось Но всё равно результат будет Вот, пустил он на экране на большом чец-проектор Вот, была установка, два эпизода Я писал он два эпизода Сказал бы 10, я бы сейчас сидел бы 10 И написал Извините, не подгадал Давай, давай, давай Чё тебе включить, ты видишь? Вот, остался всё время Сколько ещё? Сделаем Всё равно что-нибудь сделаем Видно будет Что, Серёж? Никакого не уверен, если честно? Чё? Ну так, относительно Чувства, которые я испытываю перед премьерой Они, конечно же, неоднозначны Это плоды наших общих трудов В течение нескольких месяцев От этого фильма слишком много зависит Конечно же, по результатам просмотра фильма Можно рассмотреть вопрос о переводе Уходу его на основное освобождение Начинаем Свет выключите Пожалуйста Сейчас именно сядут представители администрации, всё это смотрят Я тоже сегодня впервые вижу этот фильм Я сам его вообще не смотрел Для меня тоже было глубокое удивление Снимали Снимали нормально Просто смонтировали не совсем удачно Не знаю Смотрится это не серьёзно на большом экране В общем, получилось Я всегда делаю успешно Хотелось бы что-то излить Но будет время ещё Попробуем Поработаем Всё впустую То, что снимали Постоянно говорил Борису Борис, делай, делай А он укладывал монтаж на потом В итоге монтаж он сделал в самый последний момент У нас традиционно на кабельном телевидении энтузиасты работали Люди, которым было этим интересно заниматься Даже когда это не получалось Значит, один, значит, может писать стихи Другой, значит, что-то вот снимать Вот знаете, это получается довольно-таки интересно И вот, судя по фильму Люди старались Любая творческая деятельность Она требует Соответственно Уважения от души Оживают кадры Которые, ну, далеко-далеко Где-то в памяти А некоторые съёмки для меня Вообще сегодня были Увидены мной впервые Конечно, интересно увидеть тех людей Снова молодыми Увидеть, с чего мы начинали И что было изначально Очень оригинальный сюжет Понятен, что история Но к тому преподнесение Факт, оно, в принципе, интересно Ну, что-то, может, не доделали Там, где-то ошиблись Ошибок не бывает у тех, кто ничего не делает Время надо сделать Если что-то сделать хорошо Надо это сделать хорошо А когда быстрее и быстрее Всегда получается, как правило, тяп-ляп Зная то, как может сделать Борис Я вижу, что это не предел Возможно, Борису, может, не хватило времени Как-то там Но, тем не менее, я думаю Борис исправит все эти небольшие ошибки Нюансы, может, что-то переделает Ну, первый блин комом В принципе, это так-то первый наш фильм Ребёнок, когда учится Ездить на велосипеде Он тоже перед этим очень много раз падает И потом В конечном итоге он Ребёнок Шампунь, гель для душа Здесь используют для самых неожиданных целей Как заменитель мыла Как заменитель средства для мытья полов Некоторые, говорят, даже и моют посуду Ну, сам пока не видел, утверждать не буду Отмывает? Не знаю, по-моему, плохо Я не замечаю Главное, пахнет хорошо Что касается планов на мое освобождение Я выйду не в чистое поле У меня уже есть и место работы Клининговая компания Мы занимаемся профессиональной уборкой То есть достаточно солидная фирма Солидная организация И достаточно ответственная работа С которой я, скажу честно Очень неплохо справлялся На сегодняшний момент существует Такая, так называемая Система статальных лифтов Учреждения Та или иная деятельность Нам влияет Благоприятно На процесс исправления И охлаждения В любом случае Это работа Это, значит, учеба И так далее Исправление Трудовая адаптация У нас много же исковиков Исковики на оплачиваемый труд выводятся Они зарабатывают Для погашения Это обычная работа Люди приходят с гражданкой Некоторые без образования Кто-то работал Кто-то не работал Есть ПТУ у нас Ну, в Талоне Где мы заказываем специалистов Обучаем и выводим на производство Это как бы Основной вид продукции Для нашей системы Ах, тараканы, тараканы Их тут не сказано, что много Но они здесь есть И главная причина тому Это отсутствие сотовой связи Потому что Излучение сотовых телефонов Всяких бытовых приборов Оно их отпугивает А здесь За неимением Онова Здесь они чувствуют себя Просто замечательно В принципе, сейчас от меня ничего не зависит Все, что я мог сделать Своим примерным поведением Грубо говоря Своим каким-то участием В жизни колонии Я уже сделал Сейчас от меня ничего не зависит Сейчас все в руках моего адвоката Моих родителей Вот эта папка Это пакет документов для УДО При отсутствии какой-либо там бумажки Очень это строго Комиссия откладывается Я начала готовиться заранее За месяц Ездила в областной суд Ходила к приставу Оплачивала квитанции Это очень важные документы А вот эту грамоту Она для меня особенно дорога Мне ее вручили прямо в колонии Администрация выражает благодарность Миренковой Нине Петровне За воспитание в сыне Творческого потенциала И желание учиться И познавать все новое А еще самое главное Когда при вручении дипломов Были сказаны слова Настанет время И судьяным Александром Будет гордиться и колония ИК-2 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Азаки наоборот такое, что Люди бывают разные Бывают коварные здесь Доброту воспринимают за слабый Есть такая поговорка Здесь так же, допустим Нужно держать себя постоянно здесь Здесь люди не от большого ума Так они находятся в принципе Все сидят здесь За совершенные свои глупости За поступки Мы все находимся В глубокой, безнравственной просто яме Почему мы здесь и оказались? У многих здесь нету такого понятия Что такое хорошо, что такое плохо Существует такое правило То есть Либо ты, либо тебя Седашь ладминку Тебя просто могут Тебя могут сесть После Время То есть вот это вот Заключение Которое дают Вот эти года Не всех они исправляют Ну в принципе сейчас Я готовлюсь к событию Которого я ждал С нетерпением Последние четыре года Когда все-таки Я пойду На суд Мысли в голове Смешались в какую-то дикую кашу Очень сильно волнуюсь Нахожусь в крайнем напряжении И вот сейчас Когда осталось совсем немного времени Как-то Время остановилось Ну что Глубокий вдох И рыбкой Разрешите? Ваша честь Закон предусматривает Слово срочное освобождение По отбытии Ну Двух трети моего срока Я узнал об этой возможности Я Только поэтому Стою сейчас здесь перед вами Потому что Сейчас 21 год еще Не поздно Что-либо исправить В своей жизни Как-то вернуться в общество Я готов вернуться на работу И дальше Продолжай Как-то Заклаживать свою вину Полгода Полгода Ну в принципе Через полгода Второй заход Если суд принимает решение Об отказе То соответственно Другая возможность У осужденного Подать заявление Об УДО Не менее не ранее Чем через 6 месяцев Хуже уже не будет В любом случае Я в этот день Закрылась Отключила телефон И все И все Думала 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 Даже сейчас Не помню О чем я думала Просто я была В каком-то состоянии Непонятном Чисто Общечеловечески Конечно Может быть и жалко Но все-таки Если суд принимает решение Я думаю Оно всегда верно И правильно Жизнь она не кончена Она просто не изменилась Я так же могу пойти И на свидание И на телефон И переговор Тук-тук К вам можно? Это уже мы Привет Я стесняюсь И что? Для меня это даже Не так страшно было Я думала В каком состоянии Саша у меня будет Сломается Не сломается Что ты мне привезла Почитать? Ты футболку мне взяла? Слушай Ты как в воду глядела Надо сюда Вот забивку сделать ТВ и К2 Он бодрый Решительный И у меня С этого момента Думаю Саша А мне-то Что на свободе? Тем более Будем вместе Продолжать Бороться И все Ну да Безусловно Было такое желание Выйти Опустить руки И плыть по течению Но нет Не тот случай Ай Да нет Просто нет Просто раньше Блин Приходишь Как-то Будто в другой В другой мир Попадаешь А сейчас Уже за 4 года На столько К этому Привык То что А ну вот Привет Давно Не виделись Как бы Да Вообще Так-то Освобождаться Уже Надо Надоело Сюда Нет Нормально Многие думают Что Достаточно Часто Нам снится Свобода Какие-то Картины Из прошлого Может быть Кому-то Снится Лично На мне Нет Причина Банальная Ты уже Воспоминания Притупляются Каждого человека Свой срок Я видел Видел людей У которых Их срок заключения Измерялся Не годами А сутками И они так же Тяжело Переживали Это время Тех Кто Находится Здесь У меня В том числе В частности Достаточно Время И атмосфера Подходящая Для того Чтобы как раз Подумать Над своей жизнью И сделать выводы Из того Что я делал Неправильно И как Следовало бы Вообще жить Потому что Просто так Тоже Не попадают сюда В тюрьме сидят Не только там Матюрые Закорененные Преступники Самые разные люди Причем Довольно многие Из-за Совершенно Таких Случайных Ошибок Ну да Правда Умные люди Учатся На чужих ошибках Я вот почему-то Пошел по-другому Буде учиться На своих Я прихожу К тому В таком выводу Что это будет Мне на пользу Именно Отбывание Наказания Без него Было бы Очень много Я не понял Никогда бы Не осознал Даже не задумывался О многих вещах Я думаю Что Надеюсь По крайней мере Что большинство Людей Исправляются В самом деле Исправляются Они просто Ждут Когда это закончится Чтобы продолжить Жить так же Как они жили До этого Человеку говорят То что Вот в этот день Ты отсюда выйдешь И он этого дня Ждет Очень сильно Очень сильно Он его ждет И каждый час Каждая минута Проведенная В местах Решение свободы Для него В тягость Но осталось Мне сидеть Еще дольше Чем Уже отсижено Гораздо дольше Так что Время не подумать Над тем Чем еще не подумал Что-то переосознать Время еще есть Для этого Вместе с нами Отбывают наказание В принципе И наши родные И близкие люди И это меня раздражает Больше всего У меня есть бабушка У меня есть мама У меня есть близкие люди Которые на меня надеются Которые смотрят на меня И пока что я не оправдал Как бы их Не знаю Каких-то там надежд Я сделаю это В любом случае Говорила я Давайте Отпустите его Думаю От него пользы больше будет Я здесь осталась Ну ничего Мы еще посидим Ой Да на свободе У меня есть Сын маленький Вот папа у нас Вот папа Сыну надо воспитать В любом случае Чтобы Во всяком случае Не случилось Разум Неприятных историй Наподобие моей Маленькие дети Не умеют обманывать Они ничего не научились То есть Прямо видно Да он любит отца Очень Помнит Как повернуть С ума Никто не знает Но если мне Передоставится Такой шанс Допустим Работать на телевидении То я думаю Я не буду отказываться Сейчас можно Еще Полгода Спокойно Снедеть И ждать Ждать расклада Судьбы Все нормально Все будет нормально Скоро домой Через 6 лет Ну что ж Из тьмы к свету Как говорится Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова